Дальнему Востоку перечислят 600 миллионов рублей. Такое решение приняли в правительстве Кировской области. Эта сумма пойдет на оплату временного размещения людей. Продолжают оказывать помощь и сотрудники Кировского МЧС. В управлении принято решение о повторном сборе финансовой помощи пострадавшим от затопления. Речь идет о перечислении однодневного заработка всех сотрудников, военнослужащих и лиц гражданского персонала. О том, что еще происходит в городе и области, смотрите в коротком видеообзоре. Установлены новые штрафы за курение в общественных местах. Они вступят в силу уже через месяц, 15 ноября. С этого времени нельзя будет продавать табачную продукцию и ее изделия несовершеннолетним. Наказывать собираются и те, кто курит на детских площадках. Увеличили штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения. За несоблюдение закона на рабочих местах и в рабочих помещениях тоже штраф. А также за то, что нет специального места для курения. В новых поправках прописан полный запрет на рекламу табака и табачных изделий. Дмитрий Медведев требует ускорить процесс строительства детских садов. На эти цели в этом году дополнительно выделили из федерального бюджета 50 миллиардов рублей. Но освоили в регионах только 20 из них. По словам премьер-министра, к 2016 году нужно полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В октябре появятся олимпийские 100 рублей. Банк России выпустит в обращение дебютную банкноту, посвященную играм в Сочи. На одной стороне купюры изображен сноубордист, летящий над городом. С другой – вид олимпийского стадиона и жар птица. Купюры будут выпущены в свободное обращение на всей территории России. Продолжение следует...